Ну вот, Владимир Николаевич, Олег Гароманцев сказал о том, что есть людишки, которые сидят в засаде и ждут повода выплеснуть желчь. Отсюда и призывы. Долой Карпина, когда после победы тебя готовы носить на руках, а завтра после осечки придают анафини. Такая особенность тренерской профессии. Вспомните, как после поражения в финале европейского первенца сборной СССР от Испании был отправлен в отставку, да еще с партийным выигром Константин Иванович Бесков. И хотя партийные начальники в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем ребятам, кто выбрал праздничную профессию. Будьте готовы ко всему и умейте держать удар. Вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией, хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я не удивился, поскольку знаю, есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы. Долой Карпина. Когда он этих людей называет людишками, мне кажется, к этой группе людей относится сам Олег Иванович. Он сам людишка. Понимаете? Дело-то в чем? Весь вопрос заключается в том, Сергей, и сейчас мы об этом стали говорить громко и понятно. Дело в том, что если ты отработал один год руководителем сборной нашей страны и получил 2 миллиона евро, тебе этих 2 миллиона хватит почти на всю жизнь. Понимаете? А в советское время, когда он возглавлял в том числе, он получал за это копейки. И он мог быть несколько лет тренером, а потом его снимают, а у него даже нет денег для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру в Хрущевском доме для своей жены и дочери, чтобы вместе с ними жить, поскольку у тебя прописки нету московской. Понимаете? Так это было долгое время. Сейчас все по-другому. Сейчас ты отсидел, твоя задача, Сергей, твоя задача, чтобы тебя не сняли в ближайшие полгода. Потому что если ты продержишься год, ты потом уже в шоколаде находишься. Поэтому, наверное, наши люди, которые считают, что в основе всего должна быть справедливость, они говорят, мы бы хотели знать, что этот человек сделал, чтобы, получив такие деньги, он мог бы оправдаться. И когда спрашивают, да, действительно, Олег Иванович абсолютно правильно говорит, Сережа, абсолютно правильно говорит, что это эксперимент, что играла команда вторым составом. И это было известно. И задачей этой команде поставлено было попробовать, что второй состав может сделать. Понятно было, что он сыграет слабее и может недостойно себя показать сразу, потому что не все так быстро делается, как хотелось бы. Так ведь? И обижаться на работу главного тренера не приходится. У него за неделю две игры. Две игры. Одну он хорошую показал, действительно. Да, с Камероном. С Камероном. Вторую он показал слабее, но с другим составом. Но дело в том, что Валерий Георгиевич доказал. За 20 минут до конца матча он сменил пятерых футболистов. И команда стала играть по-другому. Если бы, хочется сказать, если бы эта команда играла сначала так, но тогда-то это была не экспериментальная команда, а уже приближенная к основному составу. Вот и все. Вот он просто сам главный тренер показал, что у нас за второй состав. Он гораздо слабее, чем первый. Вот и все. За что же тогда ругать главного тренера? Если ему разрешили. Что делалось в Советском Союзе, про который Олег Иванович называет их всех людишками? Дело в том, что там задача стала другая. Там говорили, ты берешь лучших, и с этими лучшими должен сделать результат. Да. И если ты с этими лучшими не делаешь никакого результата, тебе коленом под зад. И тебя быстренько забывают. Понимаешь? Вот и все. Владимир Михайлович, ну не является ли, я от сборной что-то отойду, еще вернемся, вот этот матч впереди же. Спартак-Ростов, такой битвой за Спартак, что если сейчас Карпин обыгрывает с Ростовом, и Абаскаля убирают, а Карпин становится основным претендентом. Надо ли Абаскаля убирать, если будет поражение, и особенно поражение крупное? Ну, во-первых, поймите, Сергей, никто из руководства, тот, кто платит. Или Олег Иванович уже заново купил клуб московского Спартака за свои деньги. И готов финансировать команду, поэтому он будет определять. Если это не так, то Олег Иванович зря открывал рот. Дело в том, что это платит все Лукоил. Так. Лукоил сказал, что он не собирается менять тренера. Другое дело, есть общественное мнение московского Спартака. Это многомиллионная армия болельщиков. С ними надо считаться. Если она будет в голос требовать смену, то им как-то надо что-то будет делать. Да. Но назначать Валерия Георгиевича, дело в чем, Валерий Георгиевич не свободен. Да. У него есть обязательства перед своей командой Ростов. И он любит эту команду и старается. И его там любят, насколько я понимаю. И поэтому, почему он должен делать подлость своей команде, а болельщики должны подлость делать руководителем Лукоила, для того, чтобы они сняли и заплатили дополнительное время. Всему надо объяснение. Всему надо объяснение. Вот и все. И здесь Сергей, по-моему, так это все просто понимается. И почему вдруг принято решение, что Валерию Георгиевичу предоставят возможность быть главным тренером. Я не вполне понимаю. Вы не считаете, что Карпин... Я? Да. Я есть руководство. Он хороший тренер. Он хороший тренер. Но в Спартаке он может оказаться ни к селу, ни к городу. Он может оказаться. Почему? Потому что для того, чтобы оказаться, нужно провести работу с ним. Нужно поговорить. Может, он не хочет. Он уже ведь там работал. Вы считаете, что есть тренеры в России, кто не хочет работать в Спартаке? Есть тренеры в России, которые имели опыт работы в Спартаке. Так. Понимаете? Но дело в том, что его приглашают работать не в Спартак. Не в Спартак его приглашают. Его приглашают за большие деньги стать чемпионом России. Так. И говорят, если ты, сука, не станешь за год чемпионом России, мы тебя обосрём. Понимаешь? Так, что тебя уже ни одна команда не пригласит. Вот. И он думает всё время. Думает. Он говорит, а нужно ли мне это? Зачем мне? Может, я вообще в тяжёлом финансовом положении нахожусь? Зачем мне это унижение нужно? Вот и всё. Весь ответ. Ты готов на это или нет? Потому что перед тобой ставится очень высокая задача. Перед ним Ростов не ставит такую тяжёлую задачу. Ему Ростов благороднейшую задачу ставит – показывать хороший, содержательный футбол и претендовать на какую-то медаль. И он с ними согласен. Ему это и неинтересно, эта работа. А когда жёсткие рукавицы, а сзади стоит кто-то с раскалённым паяльником, понимаете, и угрожает тебе воткнуть в мягкие ткани, зачем тебе это надо? Зачем? С чем ты… Конечно, есть люди, которые говорят, да такой шанс появился, такой шанс появился. Но у Карпина этот шанс был не один год. Почему Станислав Саламович хочет? Он один год был, он был на втором месте, его сняли. Даже не объяснив, так под затыльник далее сказали, Карпина взять. А Карпин говорит, да я никогда тренером не был. Ничего, садись в мягкое место, мы тебе скажем, что делать. И вот он там три с половиной года, по-моему, рулил, да? Больше, Владимир Николаевич. Вот, ну вот. Поэтому напомните мне, может быть, он чемпионом страны становился? Нет, не становился. Ну вот, видите. Так. Ну ведь про это же разговор. Про это, да. А Станислав Саламович хочет. Он был чемпионом Польши. Так. Он был чемпионом Венгрии. В Венгрии, да. Он хочет быть чемпионом России. Да. Он был чемпионом России много раз, будучи вратарем московского спотака. Он хочет быть тренером в команде, которая станет чемпионом России. У него есть все. Он говорит, давайте, я свободен, я могу попробовать, но не получится, выгоните меня коленом под зад. Я привык, меня пинают, то там, то так, как мяч. Как героик Владимир Николаевич. Что?